Привет! Я ваш учитель норвежского языка. И сегодня мы продолжаем наши слова на букву D. У нас, как вы помните, шестьсот восемнадцать самых необходимых слов норвежского языка. И будем десять-пятнадцать каждый раз выучить. Поэтому те слова, которые нужно сегодня выучить, это первое слово dag. Даг значит день. Даг мужского рода. Следующее слово дал. И дал на норвежском языке это как долина на русском языке. Думаю, легко вам вспоминать дал долина. Данце. Это когда ты танцуешь. Данце. Это глагол танцевать. Дата машин. Дата машин это то же самое, как на русском компьютер. Но я очень, ну, и у нас даже есть такое слово на норвежском языке. Компьютер. Но я предпочитаю, что вы говорите дата машин. Я предпочитаю говорить дата машин. Потому что это не настолько англифицированное слово, как компьютер. Мы же стараемся говорить на норвежском, а не на английском. Дата значит большое количество информации. И машин это аппарат, который обрабатывает эту информацию. Поэтому дата машин гораздо лучше. Следующее слово это дату. И это как дата, то есть определенное место в календарю. Датуен. Датль. Датль значит дочь или дочка. То есть понятно, я думаю. Ди. Они на русском. Напишу, чтобы понятно было. Дек. Видно? Да. Дек это шина. То есть то, что на колесах машин. Или то, что поджигали на майдане. А следующее слово это десембрь. И десембрь, я думаю, понятно для всех из вас, кто знает какое-либо европейские или латынские или германские языки. Поэтому десембрь это декабрь на русском. Потом у нас два слова. Де и дета. И пока можно просто говорить, что это значит это или этот. Но де очень часто бывает в разных грамматических конструкциях. Есть очень много значений этого слова. И просто какие-то... Часто нам нужно это использовать просто, чтобы предложение было выполнено. Но нам нужно говорить об этом в отдельном уроке. Потому что сейчас не хватает. Я хочу, чтобы всем, кто кому это сложно, могли бы нажимать именно на тот урок. Потому что... Ну, поэтому я сегодня не буду об этом говорить. Следующее предпоследнее слово это диамант. Ямант значит бриллиант. Ямант там мужского рода. Бриллиант. То есть то, что своей жене или невесте подаришь. Наверное. Доктор. Доктор то же самое, как в русском языке. Врач. Докторен. Но... Обратите внимание на происношение. Первое У. Мы говорим О. А последнее мы говорим У. Доктор. Мы не говорим Доктор или Дуктур. Мы говорим Доктур. Поэтому... Будьте внимательнее, когда вы изучаете это слово. Это все слова на сегодня. Спасибо, что слушали меня. И до следующего раза. О. До года включайте на т actual şöyle. Пока-п .. Продолжение следует...